Девушки отдыхают Деловой центр, Люксвиль, Метро, Взрыв в городе, Меттаун, Песчаная буря и Наблюдательный пост. Остальные локации имеют слишком замысловатую архитектуру для сражений, такие как Медицинский центр или кардинально влияющие на баланс детали, как вертолет на карте Ванпост. Но и среди общепринятых арен для сражений наиболее сбалансированными считаются только Деловой центр и Взрыв в городе. Именно они, как правило, являются домашними картами для всех миксов и молодых коллективов. Именно здесь протекает львиная доля битв в официальных матчах Старсерии. Что касается оставшихся пяти карт, то чуть реже можно увидеть в пике команд Меттаун и Люксвиль, а вот Метро, Песчаная буря и Наблюдательный пост практически не встречаются. Легко можно сделать вывод, что молодой команде стоит в первую очередь уделить внимание Деловому центру, ВВГ и Меттауну. Тактики для остальных карт советуем разрабатывать по ходу развития команды. Теперь давайте подробнее остановимся на основных раундах Делового центра. Что касается обороны, то здесь существует два основных типа расстановки. Первый — это дефолт, при котором миротворцы пытаются контролировать сразу всю территорию. Как мы видим, один игрок находится в точке А. Второй боец стоит под коробкой, а остальные располагаются в доме и удерживают длину. Такая оборона хороша тем, что из дома в центре карты можно простреливать точку А, и при этом довольно быстро выйти на помощь в позицию Бетты. Как результат, закрытой остается вся верхняя половина карты. Вторая расстановка делает еще больший упор на центр. При этом отдается плент А, давая шанс террористам поставить бомбу в этой точке. Смысл такой расстановки сводится к полной невозможности пробить плент Б, и террористы вынуждены фокусироваться на позиции альфы. Как результат, в конечной стадии раунда миротворцы должны выбить плент, буквально выдавив оттуда нападающих. Также при использовании любого типа расстановки довольно важной частью раунда являются поджимы. Чаще всего можно встретить аркаду по длине и вылазку в центральное кафе. Такие непредсказуемые действия способны уже на первых секундах раунда вывести команду обороны в численное преимущество, но при этом являются довольно рискованными. Что касается нападения, то для молодого коллектива тут довольно большое пространство для фантазии. Давайте рассмотрим ключевые раунды, которые наиболее часто используются в боях. Первая и самая популярная атака — это давление на точку А. Тут существуют всевозможные вариации раунда — от попытки ворваться в точку на первых секундах до сплит-пуша через коробку. Как правило, все сводится к тому, что пара игроков заходит через двери в позицию. Еще один боец в этот момент прикрывает своих товарищей из окна, а оставшиеся двое пытаются продавить центр карты, попутно уничтожая одного игрока обороны и давая пробросы на пятерку. Таким образом, нападающие должны реализовать свое численное преимущество на каждый из точек. Немного реже можно встретить атаку на плент B. В таком раунде от террористов требуется хорошее взаимопонимание и грамотное взаимодействие. Два игрока пытаются создать давление на парапет, а вся остальная команда после прокида выхода из дома аркадит длину и прорываются под точку B. При таком раунде довольно важно, чтобы игроки, выходящие из центрального кафе, давали первые минуса. От этого зависит, насколько успешной получится аркада длины. Вот мы и рассмотрели самые простые раунды на карте Деловой Центр. Чтобы ознакомиться с заготовками на других картах, вы можете воспользоваться видеозаписями прошедших игр с участием команд Звездного Дивизиона. С вами был первый сезон Школы Пойнт-Бланка. И теперь вы смело можете врываться на виртуальные поля сражений с хорошей теоретической базой. Спасибо за просмотр! Оставайтесь на связи с миром Пойнт-Бланк, играйте и выигрывайте! Субтитры создавал DimaTorzok